Цифрой 2012 года буквально магической цифры для краевого центра стал миллион. Вот эта девочка по имени Аня своим рождением привела Красноярск к тому, что говоря о количестве жителей, мы теперь можем похвастать шестью нулями. Кроме престижа, ну кто не хочет жить в городе-миллионнике, магия больших чисел на федеральном уровне, как известно, означает совершенно иные финансовые отношения. У Красноярска уже в 2013 году, когда серьезный статус признают в соответствующих инстанциях, появится шанс попасть в самые разные федеральные программы. И перспектива окунуться в финансовые потоки, текущие из Первопрестольной, становится гораздо более реальной. Так что Аня, эта малышская на миллион, прекрасная иллюстрация того, как дети могут быть не только цветами жизни, но и представителями флоры, способными приносить реальные, в том числе финансовые плоды. Этому факту рады многие, но, наверное, особенно глава Красноярска Эдхам Агбулатов, которая, пребывая в должности примерно год, тоже подвел некоторые свои итоги года Дракона. В городе введен целый ряд новых объектов. Часть объектов уже введены. Введен в эксплуатацию после длительного периода строительства детский кинотеатр «Мечта». Этот кинотеатр, он будет служить не только детям, я думаю, что это будет место культурного досуга горожан, которые живут на правобережье, горожан различных возрастов. Мы сможем открыть двери тех детских садов, которые строятся по программе, которые строились по программе в течение текущего года. Целый ряд спортивных сооружений, причем доступных всех горожанам, всем горожанам уже запущены в эксплуатацию, и мы введем еще целый ряд объектов. Я думаю, одним словом, я думаю, что в городе происходили позитивные процессы. Заработал дискуссионный клуб «Новый Красноярск». Действительно, в этом году, как я уже сказал, значительно больше времени, значительно больше случаев, когда чиновники, руководители различного уровня общаются с горожанами. Действительно, в этом году городской форум прошел в несколько ином виде, нежели он проходил ранее. Я оцениваю это позитивно, почему? Потому что решения, которые я стараюсь принимать, они базируются в том числе и в рамках тех дискуссий, которые происходят в рамках вот этих, как мы говорим, форматов. Но это не значит, что эти форматы идеальны. Возможно, необходимы другие форматы, возможно, необходимы другие механизмы выяснения общественного мнения. Я думаю, что главное, чтобы формировалось доверие между горожанами, между различными категориями горожан, между собой и между горожанами и органами власти. Невозможно работать на одном месте бесконечно долго. Поэтому я не вижу в этом ничего необычного. Я сам привык к ротации. Моя биография свидетельствует о том, что я достаточно много перемещался по различного рода служебным лестницам. Поэтому это нормальный процесс, процесс, который... Смысл которого заключается в том, что задачи должны формировать требования к тем людям, которые решают эти задачи. Задачи видоизменяются. Жизнь усложняется. Появляются новые требования у общества, к органам власти. Поэтому ничего в этом нет страшного, в этом нет ничего зазорного, в том, что происходит смена кадров. Работа по... Так сказать, кадровая работа будет продолжаться и в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин